Здравствуйте! Это говорит губерния. Говорим мы, говорите вы, но еще лучше, когда мы говорим вместе. Давайте начинать. Добрый вечер. Ну и чтобы не показаться невежливым, вот в отсутствие Антона нам уже позвонили и сказали, что надо обязательно представляться вначале, а ты не представил. Я просто привык за много лет, что вот когда человек появляется в кадре, внизу идут такие буковки, называются титры, там имя и фамилия написано. Меня зовут Антон Петрович. Еще раз добрый вечер. Хорошо, меня зовут Вячеслав Коренев. Сегодня у нас вместо Нины Хабаровой временно Александра Романова. Прошу любить и жаловать. Да, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Сразу хочу сказать, что с Ниной все в порядке, завтра обязательно вернется. Да, ну и прежде всего ответим на ваш вопрос. Сегодня с утра у нас разрывается телефон, люди пишут на ватсан, спрашивают, что творится в городе, начавшаяся какой-то безумный массовый покос травы. Честно говоря, безумия пока не вижу. В чем оно? Их много? Я когда выходил, насчитал их 20 штук. Это в районе нашего пересечения Уссирийского бульвара и Дзержинского. Люди пишут то же самое творится в Северном, в Южном. Дело в том, что в течение всего лета они кассиры вдруг стали. От кого какие объяснения? Ну, у тебя же есть объяснение слова. Давай, выдавайте это вот. Не даешь потянуть интриг. Дело в том, что напомню, что в пятницу у нас был в гостях в Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. И когда мы у него спросили, что он думает от Хабаровска, он ответил следующее. Когда будем траву косить? Бурьян просто в городе чудовищный. Я такого не видел ни в одном городе России. Даже в самом далеком изотрапезном. Это столица Дальнего Востока. У вас бурьян везде. По пути следования моего, по пути следования я ехал с министром Якушевым Владимиром Владимировичем. Это стыдно просто. Поэтому сейчас запланируем, будем косить всю траву. Я готов лично выйти со всем правительством. Ну что, логично. Прошли дожди. Вы как раз суббота, воскресенье, понедельник дожили. Вот только они закончились. К сожалению, Слав, да, логично. Но здесь возникает здравый вопрос. Почему нельзя ее было косить, вот пока по шапке сверху большой начальник не настучал и пальчиком не нагрозил? Это вопрос из разряда ритулического. Хорошо. Но главное, чтобы подействовало. Выкосили. Ну, если где-то не скосили, напишите нам, мы передадим в Рио губернатора. Да, причем он в интервью, если я помню, обещался сам прийти покосить при необходимости. Да, да. Вот такая сила и воздействие обладает программа «Говорит губерна». Теперь серьезно. Возможно, именно поэтому последние дни нам шлют сообщения на WhatsApp с вопросами, когда продолжат выплачивать так называемые коронавирусные детские пособия. Это называют третьей волной детских пособий. Об этом нам сегодня расскажет управляющее отделением Пенсионного фонда России. Но это будет во второй части программы. А до ее прихода нам с вами надо обсудить будет очень деликатный вопрос. Дело в том, что одновременно с вопросами от многодетных матерей, просто родителей детей до 16 лет, которые ждут денег, нам приходят очень обиженные письма наших зрителей в основном пенсионного возраста. Они не могут понять, почему выплачивают только детям. По их мнению, материально помогать надо прежде всего пожилым людям, потому что молодые родители, но все равно они, я передаю их точку зрения, молодые и здоровые могут заработать. А пенсионеры, даже если здоровье позволяет, вы знаете, как трудно пенсионеру устроиться на работу. Вы как считаете, в этом логика есть? Все замолчали. Нет, но определенная логика в этом, конечно, присутствует. Именно поэтому мы этой теме хотим посвятить наше интерактивное голосование сегодня. Вопрос действительно непростой, сложный, но тем не менее предлагаем вам на него ответить. Какая материальная помощь от государства нужнее? Если вы убеждены, что выплаты просто необходимы молодым семьям, потому как доходы упали, ну а впереди, мягко говоря, небюджетная подготовка к школе, то звоните по номеру 47391. Ну а если вы считаете, что молодые могут, в принципе, справиться сами, а старикам вот надо дополнительно помогать, то в этом случае, ну и в том числе материально, ваш номер телефона 47392. Давайте запустим интерактивное голосование. Также напоминаю, что с нами можно общаться в прямом эфире. Звоните, высказывайте свое мнение. Номер прямого эфира 456645. Начинаем. Я понимаю, что очень деликатный вопрос. Я долго сомневался, стоит ли выносить на обсуждение, но просто мы как бы стараемся с вами быть честными. Соответственно, если есть такое мнение, вместе обсудим. И вы можете позвонить, 456645, а пока спросим нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Алексей Андреянов, психотерапевт. Алексей Александрович, мы позвали, простите, по другой теме. Ну да, как-то неожиданно. Да, скажите, на ваш взгляд. Мы с вами, собственно, что скрывать, предпенсионеры, да? Так и нет, я пенсионер. Да. Вам требуется материальная помощь? Пока нет, слава богу. Ну а если серьезно, с точки зрения демографии? Я думаю, что надо разбираться. Я думаю, что есть люди, которые нуждаются в помощи. И пожилые. И думаю, что нужна помощь молодым. Там надо разбираться. Более дифференцированно, чем вот так. Молодым, пожилым, кому? Ну, учится так, что государство решило... Вы сейчас поляризуете, кстати, общество. Поляризуете, да. Делаете то, что, в общем, мы не любим поддерживать. То есть поляризовать нам, пожилых молодых устроить в заварушку между ними. Конфликт в этом. Господи, бя-бя-бя. Это любимая славяная история. Наверное, наверное, да. Но с другой стороны, я считаю, что пусть люди выплеснут эмоции в прямом эфире. Да, успокоятся и будут жить дальше нормально. Это мое мнение. Не знаю насчет выплеска эмоций. Было мнение когда-то, давным-давно, что надо выплескивать эмоции. От этого типа будешь здоровее. На самом деле, не так. Выплескиваешь эмоции, поднимается давление, сердцебедение. Не можешь уснуть, да? Не можешь уснуть, да. Все еще только хуже. У нас есть телефонный звонок. Марина, добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Алло, Марина, говорите, пожалуйста. Я бы хотела рассказать, чтобы материальную помощь выплачивали детям до 18 лет. А. Ага. Потому что вот у меня ребенку 16 лет, и мне помощь не положена. Но он у меня еще учится в школе, и заработать он не может. Ну, это, кстати, очень частый вопрос, когда впервые было объявлено об этом в виде материальной помощи, почему только до 16, когда совершеннолетие наступает в 18, по большому счету полноценный человек, даже если он не идет никуда учиться, работать может только с 18, иначе ему полный рабочий день, ну, по трудовому законодательству. Никто не разрешит трудиться. Вот эту несправедливость многие отмечают. Это действительно так. Ну, в принципе, да. Мы вернемся к этому вопросу в следующем блоке программы. Вдоволь поговорим. А сейчас возвращаемся к другой теме, собственно, ради которой мы Алексея Александровича и пригласили, и не менее деликатная. Вот у меня такое ощущение, что мы в течение этого лета оказались в состоянии такого всеобщего нервного состояния невроза, да, и по всему миру. Я это связываю с тем, что, видимо, все человечество слишком долго находилось в состоянии вынужденного безделья, ну, так называемой самоизоляцией, это же было не только в России. Сначала в США вспыхнуло, да, в Европе, ну, дошло до Хабаровска, приобрело их. Хотя сейчас повод совершенно другой, но у меня ощущение, что вот нервный, как бы, взрыв, он копился давно. Огромная нагрузка последних месяцев психологическая, огромная. У нас иногда измеряют уровень стресса, так вот уровень стресса в два-три раза зашкаливает обычный такой период, потому что слишком много новизны. Появляется какая-то инфекция, появляются ограничения, появляется реакция на эти ограничения. Вот меняется работа разных институтов. Все не готовы к этому процессу, буквально на всех уровнях. Очень высокий уровень стресса, и правда, очень тяжело переживается. Вот сейчас у меня коллеги в отпуск, многие уходят, и многие прямо отмечают, что никогда не уходили в отпуск так. То есть просто вываливаются, выдыхают, наконец начинают понимать, что они пережили. Очень сложный период. Ну вот если говорить о 2020 годе, да, понятно, что все эти события, они стали своего рода спусковым крючком, но стали ли они спусковым крючком? То есть действительно была накоплена некая, ну, отрицательная какая-то там условная энергетика, которая вот здесь спустилась? И может быть она спустилась бы позже, там, я не знаю, даже без каких-то таких критических событий, через которые мы вот сейчас все проходим? У нас представление, что не столько может быть отрицательная какая-то энергетика, сколько в принципе новизна. То есть если человек выигрывает огромную сумму, да, в лотерею, то уровень стресса у него тоже зашкаливает, ему тоже становится плохо в конце концов, да. А если проигрывает, тем более. А у нас несколько факторов, особенно у хабаровчан, да, еще вот эти вот политические события, которые наложились, да, и неизвестно, что накачивало аффект, да, где мы истощались, где мы тратили свой серотонин. Нет, я почему об этом спрашиваю, потому что многие говорят о том, что пружина, в общем, сжималась давно. И то, что произошло в этом году, начиная от режима самоизоляции, заканчивая арестом бывшего губернатора Сергея Фургала, это вот то, что дало разжаться пружине, но она рано или поздно бы разжалась. Вот как вы к этому относитесь? Ну, она сжималась, конечно, давно, потому что общее переживание, ощущение обиды, да, которое так в населении оно есть, люди переживают, у людей масса все-таки каких-то представлений, фантазий, предположений, проекций. Эти проекции не реализуются раз за разом в одной ситуации, в другой ситуации, в третьей ситуации. И, в конце концов, это приводит к выплеску обиды, а первая реакция такого человека обиженного, он дистанцируется, он говорит, все, хватит, мне надоело, я не готов слушать. И дальше начинается пограничная реакция. Это не невроз, вот вы сказали невроз, это гораздо хуже, чем невроз, это пограничные реакции. Пограничная реакция отличается от невроза тем, что человек не критичен к ним, он дает эффект, и в своем эффекте, в этой своей полярности он прав. Он говорит, это должно быть так, это несправедливо, да, и это все остается. Есть такое время, когда какие бы ты здравые доводы не приводил, люди все равно не будут слушать? Ну, мир многополярен, и там много очень процессов, и правда, она всегда субъективна. И вот те люди, которые выходят, там, голосуют, демонстрируют, с чем-то не соглашаются, ведь это очень разные люди, они очень проразные. И все под одну гребенку, и, значит, выделить какую-то одну такую идею, вокруг которой все должно быть легко разрешено, я не знаю, это очень сложно. У Александра Романова есть что сказать? Я думаю, что пользователи социальных сетей также ощущают это некоторое нервное волнение. Мы спросили, повлияла ли пандемия на состояние в обществе, и, ну, может ли она повредить, скажем так, психическое здоровье. И люди отвечают, что если следовать всем запретам и оставить себя в полной изоляции, то действительно психическое здоровье пошатнется. Также говорят о том, что однозначно все чувствуется, буйно нервных стало заметно больше, это цитата. Ну, еще говорят, что если ранее человек был психически нестабилен, то, естественно, вся эта ситуация, она влияет. А так вряд ли, просто нужно быть устойчивым. Вот как вы считаете, так ли это? Ну, вообще мы очень разные. У нас самые разные особенности личностные. Кто-то сенситивный и не понимает, как себя вести, как он будет выглядеть в этой ситуации, если он, скажем, будет молчать, да? Или наоборот, пойдет там, примкнет к голосующим. А другой паранояльный человек, он склонен видеть злой умысел, действия каких-то темных сил, он будет развивать эту теорию. И с пеной рта доказывает свою правоту. Есть просто холерического темперамента граждане. Есть люди, которые переживают этот момент, скажем, молодежь, да, потребность в группировании некоем, да? И это группирование происходит вокруг тех идей, которые сейчас есть. Кто-то лоббильный, да, вот там давление, кто-то аутизируется перепуганно, да, и боится, что с ним произойдет. В общем, все мы разные, это разность. Я просто смотрю, люди, которые выходят на улицу, они совершенно разные. Я помню, и в прошлом они были разные, они придерживались совершенно разных политических глядов. И, Саша, у тебя есть что-то сказать еще? Да, я хотела сказать, что действительно, согласно с вами, все мы разные. Но, может быть, есть какое-то универсальное средство, как держать себя в руках? Или как вывести себя из этого состояния стресса и депрессии? Может быть, подскажете вы как профессионал? Универсальное средство. У нас вся профессия... А вот мы такие, то поляризируем, то дайте нам универсальное средство. Если бы было как-то одно универсальное средство, его Россия хором принимала в огромных дозах, да, и, так сказать, это универсальное средство на протяжении десятилетий помогало. Но сейчас, слава богу, потребление этого универсального средства уходит, да, люди начинают меньше пить, начинают искать не универсальные, а уникальные средства. Но, кстати, действительно стали меньше пить? Скажите, как вот, в том числе нарколог. Конечно. Пить стали меньше, стало меньше алкогольных психозов, меньше забитое отделение всякими обстоятельствами. Так может, действительно, в этой причине люди стали меньше пить и больше думать? Была такая идея, да, но, допустим, что ограничение психоактивных веществ и ограничение сексуальной активности ведет к повышению революционной активности. Это когда-то еще фрейдисты описывали, но я думаю, что нет все это. Ну, Саша, на самом деле, задала самые важные вопросы. Ну, да, все психологи, психиатры, социологи согласны, что вот произошел вот стресс, да, и, возможно, власть повела себя самым неправильным образом. Мы же с вами встречались в начале самоизоляции и говорили о том, как себя обезопасить, но, видимо, не удалось. Нервное напряжение накопилось и выплеснулось. Самое главное, что теперь всем делать, чтобы выйти из этого состояния? Надо возвращаться согласно к нормальной жизни. Я думаю, что целительным свойством обладает реальность. Если мы открываем глаза, смотрим вокруг и смотрим, что мы можем сделать у себя на своем конкретном месте, тоже покосить траву, да? Или, наконец-то... Очень разгружает, да, или ты смотришь, да, несмотря на все ограничения, можешь ты обеспечить, оказая, вот, ну, я говорю про свою профессию, можешь ты, несмотря на все ограничения, обеспечить оказание приличных услуг для людей, да? Заняться своей любимой работой. Я думаю, только в этом дело. Ну, и оглядываясь вокруг, то семья моя вокруг, да? То есть могу я как-то помочь этим людям поговорить с ними, что-то с ними вместе решить, что-то вместе затеять? Только так. Алексей Александрович, а сколько может тянуться вот это состояние? Пограничное состояние? Пограничное, да. Вот то, о чем вы сказали, причем оно, ну, мало того, что оно пограничное, оно еще массовое пограничное. Вот, ну, в теории, это, не знаю, придет, придут холода и сойдет на нет, или... Пограничная ситуация может длиться сколько угодно долго. Ну, пожалуйста, вам война, да? Война – это типичная пограничная ситуация. Ну, да. Неврозов становится меньше, люди становятся собранными, реакции становятся ясными, свой, чужое деление, категоричное мышление, все, все очень будто бы просто, с одной стороны. С другой стороны, очень далеко от счастья. Это может длиться. Ну, нас смотрят не только зрители, но наверняка люди, которые принимают решения, наверняка они тоже сейчас думают, как успокоить людей, как вернуться к нормальной жизни. Какой бы совет вы им дали? Да я бы остерегся от советов управляем людям, которые управляют. Им не сладко, на самом деле. На самом деле, есть интересный эффект, то есть, когда мы воспринимаем людей, и как они себя ведут, в том числе власть придержащих, нам всегда кажется, что они поступают так, что у них скверный характер, или у них какие-то там особенности, да, характерологические личности. Может быть, они есть, но на самом деле, если мы начинаем разговаривать с этим человеком более подробно, да, почему он действует так или иначе, и он вам даст полный расклад ситуации, в какой ситуации именно он находится, почему он в этот момент говорит именно эти слова. И мы тогда понимаем, что, ну, в принципе, почему нет. Он человек имеет право так переживать и так говорить. Поэтому это сложно делать, давать советы. Я думаю, каждый занимается своим. Можно отнести вот это определение, что вот, ну, они же тоже живут в социуме, живут в обществе, тоже прошли через самый завет, вообще через 2020 год, через первую его половину, к ним, ну, я никого не хочу, конечно, там, на личности переходить, но, в принципе, это пограничное состояние, это только вот на условно-рядовых людях или на все общество, в том числе и власть держащих. Это действует на все общество, но и люди характерологически разные, да, есть люди более флегматичные, устойчивые. Ему говорят, он, так сказать, пожимает плечами и спокойно отвечает там в рамках, даже не в рамках заданного, да, а говорит то, что он хочет говорить. Есть люди более страстные. Я думаю, что наше первое лицо в стране очень страстный человек. Да, это видно по нему, как он там напрягается и там выдает что-то. Или там наш нынешний ври у губернатора довольно-таки эмоциональный, да, товарищ? Хотя вот по манере себя держать, по манере речи, ну, особо так и не скажешь, нет? Ну, там звенит, там аффекта звенит внутри, напряжение звенит и страсть звенит. А его руководитель, так сказать, Владимир Больфович, это же просто, не знаю... Напалм. Просто напалм, да. Здесь гораздо более флегматичные и спокойные люди. Ну, если честно, я как-то внутренне больше доверяю как раз эмоциональным людям. Да. Ну, и люди, как правило, больше доверяют тем, кто проявляет эмоции. Когда если человек закрыт, и к нему доверия меньше, вы согласны? Не знаю. По-разному. По-разному. Ну, не знаю. Это все крайности, да? То есть есть такая крайность, как Жириновский, да? И что? Очень много доверия там? Вы об этом говорите сейчас? Ну, вы знаете, человек как бы находится на Олимпе, да, в течение очень длительного времени. Он пережил очень многих политиков и до сих пор, собственно, один из самых... Я себя сейчас ставлю, что мы входим в какой-то спор, такой почти политический, а я психиатр, знаете, мне... Чем может закончиться? Вот давайте такой самый позитивный сценарий, на ваш взгляд, к чему может привести вот такое пограничное состояние общества, ну и самый негативный? Ну, самый позитивный, на мой взгляд, люди успокаиваются, приступают к своей работе и формируется гражданское общество. Какие-то наметки формирования гражданского общества появились. То есть люди начинают объединяться вокруг, ну, скорее всего, вокруг тех, кто умеет думать, писать и продвигать какие-то идеи, будто бы такие явления есть. Самый негативный вариант, я не знаю, это соматизация для меня. Ну, то есть аффекты, аффекты, аффекты и повышается просто заболеваемость. Потому что аффекты долго существовать, так в пространстве не могут. Они переходят на тело, и это очень плохо для здоровья. Тогда больше работы врачам. Если бы мы сошлись на том, что огромное влияние на это состояние оказал коронавирус, и все связанное с ним, все связанные ограничения, возможно, самый верный способ вернуться к нормальной жизни и снять все ограничения? Возможно, наше психическое здоровье гораздо важнее, чем... Ну, люди уже адаптируются к ограничениям. Уже нет такой реакции на маски. Уже как-то... Ну, уже проще. Очень большой стресс, конечно, дистанционное образование. Вот если это сохранится, дистанционное образование, все эти интернет-фокусы... И до первого сентября осталось-то совсем немного. Да, вот это будет большая нагрузка. Если это еще будет продолжаться, я не могу прогнозировать. Мне кажется, что это очень плохой процесс. Огромное спасибо. У нас в гостях был Алексей Андреянов, психотерапевт. Разговор с вами меня очень озадачивал, но все равно огромное спасибо. Это повод задумываться всем нам. Потому что самое важное, что вы сказали для меня, что у этого пограничного состояния может быть очень долгий срок. Вы привели войну, да? То есть если мы все не войдем в нормальный ритм и не вернемся к нормальной жизни, неизвестно, чем это закончится. Мы вернемся к нашему интерактивному голосованию. Да, сегодня обсуждаем очень важную и интересную тему, так называемые коронавирусные выплаты. Напоминаю, что с апреля молодым семьям выплачивают от 5 до 10 тысяч рублей. Да, президент постановил. И сегодня мы решаем, кому выплаты были бы нужнее. Материальная помощь больше всего нужна молодым семьям, либо пожилым людям. И на данный момент в интерактивном голосовании лидирует вариант пожилым людям. Ну и хочу сказать, что пользователи социальных сетей согласны с мнением наших телезрителей. Вот здесь пишут, пенсионерам важнее, у них мизерные пенсии и жить невозможно. Также пишут, что действительно пенсионеры молодые, пусть работают. Вот такое мнение на данный момент. Как будет развиваться ситуация дальше, посмотрим и следим за ней.